Сакрит за гладиатора Удивительно для меня, если честно Мы вернулись опять в пустыню Оазис Ахилтар Как здесь много мы повыполняли квестов В свое время Не в одиночку, кстати С нами был наш доблестный оруженосец Которого, к сожалению, больше нет в живых И теперь мы опять здесь Опять же по поручению короны Нам необходимо отправиться к оркам Хараднура Вот Здесь мы знакомы Мы друзья Потому что помогли уничтожить дракона Который где-то вот здесь обитал В итоге Вот здесь вот Видите, здесь какие-то штандарты В итоге Я более чем уверен Возврат нас к Оркам Ничего хорошего не сулит Вполне возможно Нам придется зачистить этот город Чего я, в принципе, не сильно-то и хотел В прошлой части Отсюда Сбежало довольно-таки большое количество Людей Мы защищали от нашествия Нежити лагерь Мы справились Так, посмотрим, что тут есть интересного 226 против моих 107 Но у меня круче У меня подвижное Так что я брать не буду В разном есть какое-то кольцо Но оно бракованное Это сразу видно Что ж, по инвентарю Давайте посмотрим наш инвентарь Я не полностью одет Я сейчас как гладиатор выгляжу То есть частичная броня Итак Ну, умение это понятно Вот наши характеристики Надеты на нас наплечники Изумление Вот такой вот амулет Пара колец Ремень Ремень непростой Наборный Так, ну и вот Наша, собственно, основная броня Вот мы надеваем на себя Эту кольчугу Опасную броню героя Священный наручий легенд Когти тигра Это тоже наборная вещь Перчатка такая Ну и, собственно, наш шлем Желанный поющий шлем Красавец Ну и наша секира, соответственно Стремительный боевой топор путника Что ж Нам Остается что? Отправиться к Оркам? Нас уже кто-то встречает Я вижу Что ж Не будем заставлять ждать Этого неизвестного героя Готов Не понял Не понял Что было такое только что? Это Вы пошутили? Это ведь был Орк Но Звуки он издавал Как будто Гвардеец Короны Скажем так И у него щит был Вот именно наш Так сказать Человеческий Это было странно Это, видимо, какой-то глюк был Ну что ж Игра Скажем так Не перестает нас удивлять Где? Вижу Ну что ж Я с тобой попрощался И с тобой тоже Неточный топор Я брать не буду Я ваш друг Эликсир здоровья Это, конечно, хорошее приобретение Теперь он понял Что он Мне не друг Идти нам осталось Совсем ничего Я уже вижу Вдалеке стены Ну сейчас Мы кого-то убьем Отлично Немножко Поразмяться Нам необходимо То, что Вот к такой секире Нужно привыкать Сноровка Сноровка И еще раз Сноровка Вход у нас Находится С той стороны Так что Мы пойдем здесь Обойдем Фасад Здания Скажем так Хотя это не здание Это просто Крепостная стена К сожалению Перепрыгнуть В нее мы не можем Хотя Прыгать мы умеем Очень далеко Еще в первый раз Когда мы подбирались К стенам Данного града То есть Здесь валялось Донесение Какого-то Разведчика Мне было интересно Это вот все-таки Этот город По идее Он не лорочий Хотя Кто знает Вон Посмотрите Эти иероглифы Точно не Людских рук Созданы Творения Но Вполне возможно Просто вот эти все Насечки Да Это орки сделали Уже потом Когда Ассимилировали Данную территорию Под себя То есть Захватили у людей Ну и Навешали своих Украшений Как мы видим Везде Здесь наверняка Когда-то держались Рабы На солнце На солнце Пеке А давайте Пока уберем Секиру И вот так Пройдемся Надо было Сразу так сделать Ворота открыты Заходи в город Извини за беспорядок Орг Который Изменяется Да Ну реально Как будто Вот если даже Вот взять Вот знаете Эту игру World of Warcraft Да в принципе Если взять Просто Warcraft Frozen Throne Когда там Выполняете квест Миквест Говорю Блин Играете Не просто Карты Да запускаете Чтобы повоевать А там Сюжетно Вот именно Линия То есть Там когда За Полуорка Которая С двумя топорами Я уже забыл его имя Давно играл просто Вы попадаете В Дуратур Или как там Этот город Называется Забыл Там что-то похожее То есть Ну конечно Там башни большие Все намного выше Но также Орки конечно же Висят Знамена Орды Здесь собственно Антураж Точно такой же Так же Как когда В World of Warcraft То есть Там также Вот именно Главное Так сказать Главный вход Не задний Там есть задний Вход А главный вход То есть Именно такие Величественные башни Вот именно Стяги Стяги Орды Здесь они тоже Собственно присутствуют Я об этом хотел сказать Ладно Заходим Сразу чувствуется Что здесь живут орки Но какие-то Цивилизованные орки Это точно не орки Из Вархаммера Хотя Вот это Вот Видите Черепа Горками лежат Может быть Это те самые орки Так что У тебя Интересного Есть для меня Бой на мечах Плюс 2 Ну если бы я На мечах дрался Хороший Зелье Я не могу Устоять Против покупки Таких Двуручные Секиры Говоришь У тебя есть 510 Против 543 Спасибо Не надо У меня Все лучше Так Броня Конечно у тебя Есть 44 Лучше 157 Удар Ногой Плюс 2 Вы знаете Удар Ногой Это хорошее Приобретение То что Ударом Ногой Мы пользуемся Вот он Он дает нам Повреждение Плюс 144 Ну и Атака Плюс 192 Даже не знаю Но опять же Это золотые Наплечники Изумления А что нам Дает подвижность Повышает Защиту И атаку Ну нет Спасибо Я думаю Что за счет Плюс 9 Я неплохо Увеличиваю Шанс Попасть По противнику Так что Нет Не буду брать Здравствуй Орочий Кузнец У тебя Мой сундук Да Ну что ж С пользой Случаем Давайте еще раз Понаблюдаем Кстати А давайте посмотрим Что будет Если я Надену Получается Сетовые предметы Давайте посмотрим Я думаю Это будет красиво Как минимум Ну ладно Это пока Пусть будет здесь Куртку я пока Сниму Хотя нет Я ее Ладно Пусть будет здесь Вот так вот Сделаем Вот Так вот Тапочки я тоже Снимаю Ремешок Тоже надо Будет снять Ну ладно Это не видно Хорошо Надеваем Ну допустим Ну например Вот так Вот это Перчатка Ни к сему Ни к городу Ну что Я могу сказать Знатно Выглядит Наш боец А если В такой броне Так Даже еще Более Пафосно Такой Суровый Вастелин И вот так Даже Еще даже Круче Смотрится Посмотрите На него Красавец Какой Ух Брутальный Мужик Да Красота Кстати Что нам Дает Тут можно Посмотреть Что нам Дает Данный Набор Нет Надето Надето Но не видно Что дает Так Нам нужно Еще найти У темной Стороны Фика Наплечники Молот И доспехи То есть Есть еще Наплечники Интересно Они будут Такой вот Формы Как я Сейчас Надел Вот такие Имеется Ввиду Или Какие-то Другие Ясно Одно Шлема У Фика Нет Фик Ходил Без шлема Он был Очень Крут Красавец 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 Ну ладно Понаблюдали И хватит Это все Снимаем Надеюсь Я смогу Сет собрать Если честно Очень хочется Хоть он Конечно Слабый Сет Вы видели Да У него В принципе Характеристики Устаревшие Для нас Но Тем не менее Я Я хочу Его собрать Я хочу Посмотреть Что будет Пока же Бегаем С тем Всем Что у нас Есть Наличие Но у нас Не так уж И много Торговец Конями Я правильно Иду Ага Нам Сюда Нужно Подойти То есть Недалеко От порта Там Нас Кстати Встречающая Делегация Ожидает Вот Они Орк Воин И Орк Шаман Если Я дам Вам Этот Рог Сможет ли Вы Сделать Хоть Что Нибудь С Нашествием Нежити Захватившие Наши Земли Вы Похожи На Здравомыслящего Человека Мы Уже На Грани Между Жизнью Смертью Возьмите Его Возьмите И Спасите Нас Орк Просит Помощи У Человека Это Знаете ли Удивительно Учитывая Что У него Глаза Кровью Налились Вы Посмотрите На Рог Рог За нами Поворачивается Охренеть Он Живой Кстати Этот Рог Похоже Это Рог Демона Помните В самом Начале Самый Первый Ролик Это Даже Не Игровой Ролик А Просто Трейлер К игре У меня Как Выложено То Где Призывался Некромантом Так Сказать Демон Мне кажется Это Его Рог И Что Я Ничего Не Понял Что Это Было Этот Рог Обжигает Мне Руку Я Должен Поскорее Отнести Его В Замок Брейв Рог Принцу Валору А Господи Боже Мой Вот Так Ведь Это Смотрится Вот Я Балбес Я Это Все Пытался Здесь Найти Я Думал Что Вот Именно В Первой Закладке Будут У нас Все Квесты А Вот Нифига Подобного Уже Начался Третий Акт Получается И Я Понял Я Понял В чем Дело То Есть Когда Погасла Картинка Если У меня Там В Настройках Более Максимально Настройки Графики Здесь Мы Увидели С Вами Скорее С Небольшую Анимационную Сценку То есть Цифру 3 И Там Карту Именно Королевского Флага То есть Карту Говорю Колышущийся Королевский Флаг Флаг Валлора Что ж Нам Нужно Отправляться В Брейврок Я Даже Не знаю Где Это Сейчас Найдем Вот Значит Где О Тут Есть Арена Нам Это Интересно Мы Были Героями На Арене Серебряного Ручья А Теперь Мы Отправляемся В Брейврок Так Как Лучше Это Сделать Откуда Либо Спорта Валума То есть Вот Так Пройти Например По Дорожке Либо Напрямик Вот Какая Как раз Деревня Есть Либо Через Бельвью То Что Здесь Тоже Во Первых Есть Получается Портал А Во-вторых Вроде Как Какая Это Хотя Нет Дороги Нет Мне показалось Что Дорожка Сюда Как-то Переходит Значит Остается Только Порт Валум Здесь Мы Доберемся Вот Сюда Дойдем До Данного Торгового Пути До Этой Таверны Возможно Возьмем Там Какие Нибудь Квесты Ну И Отправимся Сюда Кстати Посмотрите Это Что Такое Это Похоже Какая Это Цитадель Или Замок Не Зная Загадывать Пока Вперед Не Нужно Скорее Всего Да Это Замок А Это Получается Поселение При Этом Замке Которые Обнесены Крепостной Стеной Ну Что Похоже Мы Могли Наблюдать В принципе Играя В игру Строн Коут Что Нормально Так Все Красиво Все Сделано Ладно Орки Я даже Рад Что Мне Не Пришлось Вас Убивать Я Не Хотел Что Отправляемся Почему Я Взял Удар По Кругу Ну Просто Я Помню Что В Портовалуме В Территории Портала Там Обычно Всегда Тусило Очень Большое Количество Орков Не Дай Боже Попасть В Засаду Ну Что Поехали Летс Го Ну Не Совсем Я Почти Угадал Да Это Было Конечно Внезапно Все Что Мы Тут Видели Но Тем Не Менее Вот Не Совсем Не Понятно Почему Вроде Бы Орки Да Короче Гоблиноиды И Вот Вот Эти Вот Войска Демордри Это По факту Все Таки Разные Нации А почему Они Взаимодействуют Почему Они Друг Друг Не Бьют Только На Нас И На Королевских Бойцов Нападают Вот Это Мне Непонятно Если Честно О Как Мы Тут Давно Не Были Но Здесь Собственно Ничего Не Поменялось Наш Сундук Так Где Торговец Торговец Мне Нужен Так В принципе Мы Присутствуем Во времена Смутные Когда Шла Гражданская Война Вот Здесь По крайней мере Она точно Идет 301 Вот Эта Вот Эта Тряпочка Да Что За времена Пошли Вот Это Уже Интересно 547 Чуть Чуть Побольше У нас Физ Регенерация Скорость Атаки Подвижность А тут Только Скорость Атаки Нет Брать Не буду Он еще тем более короче У него радиус поражения меньше Так что Нет Спасибо Я сюда тебе Вот сдам Магический посох Пустоты За 9000 Все Короче Уходим Нам нужно возвращаться Там давно Мы вообще давно Не были В той части А в свое Теперь здесь мир Это да Отрубил Я ему руку Кстати Видели Он красным Помечен Был То есть Он противник Хороший Промазал А я взял пару амулетов Для вампирки И для себя Но они фиговые А я взял 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 раскидал москет ветерана непонятно откуда они там набегают в принципе неважно так о чем я хотел сказать стоит ли идти нам сюда в торговый так сказать пост давайте сходим там в принципе торгаш есть гномское оружие элитной мышкой от ветерана мы нам его некуда надеть мы только можем его продать нет не буду надевать яростные рукавицы мифов не моя перчатка больше нравится которая виде щита ладно давайте сходим к торговцам а уже от них пойдем наверх готов что же немного золота габлой дером она больше не потребуется какой-то лучник хитрец даже брать нечего с вас кроме золота и зелий нет я еще не добежал куда надо так это я неплохо руны нам периодически нужно подбирать я 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 все готовы а я себе иду никого не трогаю дышу воздухом вечерним в игре вечер потемнело маленьким гоблинам пора идти спать но они не понимают что время игр закончилось да наконец-то я пришел а ты сюда зайти не можешь дверь закрыла все так ничего не взял золото как я мог да давай поторгуем что у тебя есть интересного больше ничего да у тебя ничего интересного нет ладно забирай я тут тебе немножко принес интересных вещей так ну а эту руну мы оставим потом что-нибудь еще прокачаем что нам куда теперь нам теперь в принципе наверх выйдем мы через другую дверь тут есть это я помню до сих пор где-то здесь да калиточка подбор и бежим увидели меня что еще хочу сказать место куда мы идем оно опасное место а там вроде бумаги очень крутые водятся которые могут убить на 1 2 нашего гладиатора я там всегда опасался быть но если конечно ничего не путаю могу и путать кстати дерево прикольно выглядит кто из него выпало а не надо какое интересное место мы нашли еще и какие-то смотрю тут секретики есть дешевые орлиные поножи так ну вот мы какой-то тракт нашли хотя почему какой вот же он идет серебряный ручей а другой стороной как раз куда нам нужно что ж теперь просто не сворачивая с дороги идем наверх у нас только один путь есть наверх у нас Субтитры сделал DimaTorzok просто подумал что нужно иногда комбинировать удары когда мы с противниками деремся да не только вот этим нашим супер мощным сильным ударом бить но иногда все-таки пинать что нибудь еще с ними делать черт не успел вот это интересное место вы смотрите какой то временный мост то сразу видно не он не внушает надежды надежности и вон сколько габлойдеров нибудь что штаны намочил вернись я прошу тебя я простил так стражевая башня и здесь был какой-то великий бой причем бой непонятно кого с кем хотя вот это люди демордри видно вон видите как бы я не знаю как это часть одежды называется когда сверху капюшон отдельный но это она кстати что тут на рунном камне не следуй за другими иначе не сможешь найти своего пути принципе в этом что то есть следы за другим как ты можешь знать что это твой путь это путь этого другого как-то так все неужели этих людей убили вот эти вот маленькие засранцы так вижу головореза похоже на то что здесь мужи похоже больше гоблинов йорков не встретим будем уже сражаться с людишками покричи для меня покричал так тут что просто камень красивый конечно камень но тем не менее брейвсбурри смельчаков здесь не отыщешь что а ну вот мы дошли до деревни а называется брейвсбурри здесь живут трусы по крайней мере это не надежная да и стражу не стоит недооценивать тебя не поймешь друг гладиатор тот игры что здесь трусы живут здесь так ты вон че говоришь что укрепление хорошие стражу недооценивать не нужно рубиновый молот рогатого такая вот колотушка давайте пока походим с ней ну и собственно давать еще шлем снимем все таки как бы здесь все свои еду а где народ неужели это еще одна деревня негодяев мы это уже встречали там весь народ кроме маля малых детей занимается тем что в окрестностях своего жилья ведет не хороший тип жизни хотя нет вот кузнец значит не все так плохо давайте исследуем интересно же что тут еще может быть а вот и первые люди кому нужна наша помощь так что я поспешил с выводами что здесь деревня негодяев здесь есть нормальные люди как тебя зовут виолетта меннинг найди розу редкого сорта для моего цветника меня зовут виолетта меннинг и мой красивый роскошный цветник хорошо известен в округе для него я ищу розу редкого сорта к сожалению у меня есть только ее изображение но я уверена что где-то ее уже видела если тебе когда-нибудь повстречается куст такой розы я буду тебе очень обязана если ты принесешь мне побег в добрый путь хорошо даже не представляю где мне из а а окей ну я вернусь и принесу тебе это этот кустик но я хочу зайти в тебе в дом да я не прогадал нет прогадал я думал можно взять книжку какую-нибудь почитать но нет уменинг книжек нет ладно дальше жилописно вписывается этот камень хотя он занимает только свободное место ничего и никого только дуром и ненг тут живет больше никого нет хотя что это такое как будто вы топтано все и в лес идти а ты кто такой кстати похоже он квест дает а я увидел торговца погоди чувак кстати посмотрите ну прямой представитель средневековый так сказать жизни мини небоскреб то есть тогда же с землей была беда в территории города скажем да одноэтажки было сложно строить то есть мало места занимали а вот так вот настраивали там в процессе жизни этаж на этаж и получался вот такой вот беспредел вот как таких условиях жить тяжко жить но можно ладно наш сундук он следует за нами по пятам ну давай покажи мне что у тебя есть интересненького а я тебе пока вот эту дубинку задам держи 324 вот это уже интересно вроде бы как бы все неплохо в принципе можно менять сильный удар тоже кстати неплохо сильный удар плюс 2 это неплохо мульти удар не пойдет с храбрость героя плюс один скорость плюс 3 нет это неинтересно ремень тоже неинтересно пистолет гибкий пистолет силы нормальное название 526 нет нет спасибо не надо о какие-то интересные амулеты разрушительные амулеты отважных кого он разрушать должен меня ну так что будем менять опасная броня героя я думаю не стоит почему я так думаю здесь составление особых ударов плюс 10 а тут плюс 40 во вторых ну что мне дадут вот эти вот две ячейки которые можно чем-то заполнить смысл в этом пока не вижу нет меняться пока опять же не буду оставим все как есть так трактире никого здесь уже выход кстати давайте убьем того кто там бродит ммм интересно а здесь так видно что синие флаги должны быть очень интересно ну это наподобие комендатуры получается мы подобно уже бывали когда помогали лакеем де мордри что воу вон они негодяйки черные жрецы сакары сакры они очень сильные спорище воров все деревни похожи друг на друга главное деревни можно выпить да блин мы короче вот вот эти вот жрецы жрецы или жрицы сакары или сакары как как угодно вот они как раз в больших количествах обычно бывает опасно там у них навык один возможно мы его еще увидим что вы делали у комендатуры этого я не понял это все еще брэдбри ладно давай убьем эту жри жрицу иди сюда иди сюда я сам приду наказающая булава ладно поговорим с нормальной жрицей сестра иоланда найди пять священных книг которые были украдены черными жрецами без преувеличения можно сказать что черные жрецы подкопали весь маскарель они даже не постеснялись украсть пять священных книг мы кое-что выяснили похоже книги все еще близко пожалуйста поспешай и верни то что принадлежит нам по праву с удовольствием о да кстати да и теперь рядом но это мне кажется только одна книга сейчас мы в этом убедимся роз twisting короче я немного не туда пошел меня наверх нужно там же книжки где-то находится. Вон, я к ним. Опять квест? Эльфийка? Галадариэль, эльфийский стрелок. Приветствую вас. К сожалению, сейчас у нас плохие времена. Посмотрите, что эти кровожадные твари сделали с моими животными. Вы поможете мне справиться с ними. Я скоро вернусь. Браконьеров, значит, убивать будем. Окей. Но сначала ты поможешь мне. Потом я помогу тебе, красавица-лучница. И опять мы не в одиночку бегаем. А тут что за... Что за поле? Как к нему попасть? Ладно, не важно. Мы идем отбирать книжки. И где они? Книги! Что-то я не понял. Где книги? Может быть там какой-то тайный вход? Нет ничего. Короче, не ясно. Возможно, что книжки где-то, получается, прячутся. У жрецов. В смысле, в карманах. В смысле, 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 в еще одна книга пару штук я взял кстати сколько у тебя жизни 1700 против моих двух четыреста но она же эльфийка что еще с нее возьмешь еще нужно пару книжек забавный голосок ну вы слышали кстати давайте пригубим зелье и давайте шлем наденем я понимаю он так более мужественно выглядит когда большие наплечники широкие плечи и маленькая голова но не в этом дело вообще мы ищем книги а вообще пошли найдем вы что другое сходим-ка мы пожалуй еще цветов нарвем тогда женщине одной раз она хочет этого блин эльфийка неплохо стреляет беги быстрее трус бег на месте не будем обращать внимание на всякую мерзость пойдем сюда и поговорим вот с тем непонятным человечком кто ты такой старейшина и йохам здравствуйте вы похоже не боитесь опасностей пожалуйста найдите мою дочь происходят какие-то странные вещи необычные люди и коровы черные как смоль чего какие еще нафиг коровы черные а ты кто такой доктор альберт мундейн приветствую мне посетила замечательная идея начать оказывать услуги по ремонту обуви по вызову мой девиз если с обувью проблемы посылайтесь за мундейном звучит неплохо правда проблема в том что для того чтобы начать работу мне нужна книга основы сапожного дела она ценная и найти ее сложно может быть ты найдешь для меня экземплярчик считайте что все сделано ну да где искать то хоть его понятно в магистратуре в регистратуре короче понятно где будем искать а что тут ничего ну короче делаем вот так эльфийка догоняй мы отправляемся за цветами смогу нет пока получается да теперь здесь мир эльфийка вертолик но эльфийка эльфийка спешимся а ну брысь от озера ну и вот и роза знаете так скал сходу ты не сказал что это куст роза ну раз это роза давайте возьмем что ж нельзя взяли немножко травы где наш конь педальный возвращаемся попробуй догони до свидания да все нормально и герой возвращается с честью и безумная леди получит то что хотела давайте спешимся и поговорим ну что ненормальная держи как прекрасно тебе удалось найти для меня эту чудную розу я никогда этого не забуду спасибо большое не за что кулак богов лучше бы ты мне дала сильный удар ладно поехали дальше теперь в магистратуру она здесь недалеко что с поисками проблем не будет блин застрял в елках в трех елках заблудился это же бывает такая припаркуем наш лимузинчик и зайдем посмотрим вот это вот незачет кстати видите вот здесь стеллажи книг по идее нет почему бы не сделать там чтобы было свечение что варвар гладиатор пришел увидел свечение и достал чё наваляется на полу то так любой дурак догадается взять незачет короче ладно поскакали тут недалеко бедная эльфийка все бегает за нами мы говорим что мы поможем но не сейчас вот она ну-ка дай-ка взглянуть нет о боже мне нужно учиться чтобы сделать сапожником как же так почему я хотел быстро разбогатеть идиот вот за это спасибо за тяжелый прыжок мы даже его изучим конечно будет дольше восстанавливаться но пусть будет так нам нужно в центр центр города нужно скинуть руны здесь вроде бы мастера рун нет так что сделать ничего не сможем сколько у нас у нас уже их точно можно использовать для того чтобы хотя бы одно умение выучить но ладно кстати в сундук давно уже не заглядывал в колодцы так что сделаем это хорошее дело ну что ж пойдем колупать книги и поохотимся еще немного на браконьеров сначала книги тема думаю уже на респаунились эти жрецы жрецы и и жрички сакары или сукары или как там короче неважно ты не тот кто мне нужен это не жизнь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если б я был гномом... Хе-хе. Плающая голубица Кабелеринта. Ко всем способностям плюс два увеличивает повреждение на двадцать семь. Интересно, конечно. Но это наплечная пушка, а-ля хищник. Только дворф умеет пользоваться таким оружием. Ты не один? Нет, он один. Ну что ж, давайте посмотрим, что это за поле такое. О, там пугало. Пауки! Тарантова. Медиатис. А ты кто такой? Роджер. Скажите, не будете ли вы так любезны, и не попросите ли прийти сюда ведьму Марту? Ее можно найти в лесу у древнего круга камней. Где она вызывает этих существ? Как вы видите, у меня небольшая проблема с пауками. Пауки на моем поле, пауки в доме, кругом одни пауки. А все почему? Потому что я дурак. Я сказал Марте, моей маленькой ведьмочке, что между нами все кончено. И что она сделала? Она обругала меня и наслала на меня этих мерзких созданий. А я, между прочим, все еще люблю ее. Скажите ей, что я готов к длительным отношениям. Я возьмусь, Зая. Понятно. То есть она говорит, давай-ка мы женимся. А он сказал, нифига подобного. Ну и, короче, получил. Что хотел. Ну, давай посмотрим, что тут интересно. Ого! А, так вы еще слабые. У вас даже бояться не надо. Плевать тогда на вас. Я разрублю тебя на мелкие кусочки. Ну, это то, что ядом бьют. В этом их сила. В чем сила, брат? В яде. Ладно. Нам нужно все-таки книг набрать. Нужное количество. Сами-то мы грамоте не обучены. Так, у тебя книг точно нет? Все не то. Ну, кстати, надо лечукучку и выдать. А то еще помрет. И квест не засчитают. Вот. Книга. Три из пяти. Отлично. Время умирать. Короче, мы, похоже, книги набрали, да? Нет, четыре. Да. Вот, пятая. Отлично. Я похож на Яка в повозке? Да, ты похож. Бриллиантовый меч мы уберем. Так. Булаву тоже. Вот, рукавички давай вот сюда засунем. Все, да? Тут больше брать нечего. Кстати, еще подлечим нашу помощницу. И сам выбью. Отлично. Что ж, квест, связанный с книгами, мы можем уже сдавать. А нам еще нужно, получается, с браконьерами разобраться. Кстати, где они? Далеко идти. В чем дело? А, я с дубинкой. Забавно смотрится. Я уже забыл, как это выглядит, когда гладиатор бьет дубиной одноручной. Ну, теперь знаем. Так, как туда лучше попасть? Должен быть прямой путь. Я не хочу обходить все эти заросли. Но, похоже, придется. Уже интересно. Видите, здесь скелеты валяются. Неспроста. Что тут было интересно? Что за побоище? Что это очень старые трупы. Посмотрите. Деревенский дурачок и его друзья. Святой амулет Лоргара. Вот это я хорошо зашел. Это что-то из гладиаторских наборов. Наденем. Обалдеть. Нет, серьезно. Это просто супер. Даже удивительно. Ладно. Короче, мы рады. Да убей ты его уже, а. Какая-то дурочка-вымошница. Не смогла его убить. Ладно. Еще нельзя сюда? Понятно. Короче, все-таки надо наверх идти. К сожалению. Но, в любом случае, не зря я сюда сходил. Отлично. Со второго раза он понял, что нужно помереть. Ладно. Амулет Лоргара. А, Лоргар это... Лоргар это, короче, Вархаммер. Один из примархов. Несущее слово. Вот мне это всегда нравилось, когда то, что в прыжке я игнорирую то, что они на меня свои оковы накидывают. Это прикольно. Я правильно иду теперь? Почти. Все равно куда-то туда. Минус еще один жрец. Кстати, вот эта эльфийка. Вот если бы я, получается, играл за эльфийку, я бы точно так же выглядел бы. То есть, получается, мы как будто в два персонажа бегаем сейчас. Ну, на самом деле, конечно, это все не так. О! Отлично. Сейчас. Сейчас. Ну что ж, отсюда никто не уйдет. А вот и рука... Рука кто? Рука Нур? Как тебе это? И она от нас бежала. Вот зараза. И они вьючные животные. Да заткнись ты, вьючное ты наше животное. Вот так вот сделаем. Бери банк. Отлично. Ну что мне скажешь? Все кончено. И вы храбро сражались. Вот возьмите это в знак нашей благодарности. И давайте отпразднуем победу возле костра. Не знаю, что она там мне дава такое, но вроде бы ничего. Даже не буду брать зелье лечения. И где она тут костер нашла? Странное, конечно, место. Выбрали браконьеры. Ну да ладно. Это их проблемы. Вон, кстати, еще один. Добегает. Так вот. Что ж, возвращаемся. Нам нужно вот сюда, за пауками, выполним этот квест, собственно говоря. И... И будет все хорошо. Ой, куда это меня принесло? Крыватый варан. До свидания. Блин. Вот нежданно-негаданно попал в какое-то... Я не знаю, что тут у нас. Броня, отправление. Тут даже слышно, что звук перемещения другой. Что тут, интересно, было такое? Что за постройка? Так не скажешь сходу, что тут такое. Где я? Ну, я рядом. Вот. Может быть, здесь была церковь, кстати. Почему нет? Вообще, тут ни одной церкви я что-то не встретил. Какое-то упущение. Ну, есть там, где вот именно жрицы живут. Но это же не то. Я и так нагружен, как мол. Понятно. Придется что-то скидывать. Ну, ладно, короче. Зря я эти сапоги брал. Все. Вот так вот сделаем лучше. И пойдем, пойдем, пойдем. Я чувствую, жители города чего-то боятся. Не знаю, чего они боятся, но вроде бы для нас они были больно дружелюмны. Так что... Зря так говоришь. Зря. Малый посох. Смогу взять? Я не могу использовать этот предмет. Жаль. Ну и ладно. Не буду. Пойдемте-ка мы сюда. Прощай. Как, здесь много пауков. Они крутые? Да, они крутые. Еще оказывается, что это не она намутила здесь пауков. Кстати, что тут написано? В память о неизвестном шифровальщике. Когда боги спросили, нет ли в его рунах какого-нибудь тайного смысла, он ответил. Нет. Но если нажать на Alt, меняется цвет надписи. Ха-ха-ха-ха-ха. На Alt, говоришь? Ничего не меняется. А ты ведьма. Какой необычный посланник. Итак, вы говорите, что старый дурак хочет, чтобы я вернулась и даже готов жениться? Ха. Только послушайте. Что ж, я думаю, я могу с ним поговорить. А вы избавьтесь от пауков. Пока. И че? Ладно, возвращаемся обратно. Как-то это все непонятно, короче. Так. Ну я близок. Близок к цели. Куда мне этот поезд? А, ну в принципе есть место. Магический поезд, кстати. Нет? Эльфийский. Богомут. Кто такой? В общем, не важно. Вижу наш поезд, но он простой. Так что, по умолчанию он плохой. Хорошие вещи, они обычно синие, желтые, зеленые. Все остальное это фигня. Ну? Спасибо огромное. Я уже слышу свадебные колокола. И пауков больше нет. Вот как одна вещь может принести спокойствие. Мои чудесные паучки. Мои чудесные паучки заставили этого старого дурака понять. Если не любовь, то ненависть. Ну, не знаю, не знаю. Я твоих паучков всех поубивал так-то, девочка. Так что не надо мне тут, не надо. И вот, осталось раздать священные книжки. До свидания. Все. Эфирное кольцо. Шипованное кольцо. Господи. Столько вещей теряю. Так. Искрящиеся крылья. Господи. Ладно, держи. Мы знали, что на тебя можно положиться. Теперь мы будем охранять священные книги куда тщательнее. Да помогут тебе боги. Вот так вот сделаем. Ну что ж. Здесь нас, в принципе, больше ничего не держит. Нам осталось только, ну, немного поторговать. У нас есть что торговать. Соответственно, потом мы отправимся, собственно, к принцу. Прощай, гномская вещь. А вы тоже. И вы тоже. Что за плечи? 151. Фигня. Фигня. Так. А тут? Фигня. Короче, ничего интересного. Пока отсутствовали, ничего интересного не появилось. Да. Давайте оружие тоже сдадим. Хорошо. Хорошо. Для большей брутальности я бы был не против, если бы когда спадали, скажем, кольца, да, с противников наших, на них бы еще, точнее, не на них, а в них были бы отрезаны пальцы. Это было бы более прикольно, мне кажется. Так. Ну что ж. В принципе, нам что осталось? Проскакать? Я думаю, у нас получится это сделать. Прощай, негостеприимная деревня. Больше мы с вами не встретимся. Уйду от вас не совсем через парадный вход. Ну да ладно. Ага, язычник. Немного дорогой перепутал. Давай, фигня, и не уйди. Тебе конец. Вот если бы войскам, так сказать, принца было чем заняться, то есть они были бы заняты, я думаю, они бы, прикольная статуя, давным-давно бы уже проехались по, получается, дорогам. Давай, 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 давай. О, нет. Не хочу драться. Стой. Прощай. Придется драться. Господи, как же уши больно, а? А ты хвоплей. Ооо. Вот это наше, кстати. Нет. А выглядит как наше. Гномье. Понятно. Ну, согласитесь, похоже на варварское. Гладиаторское. Ладно, давайте прокачаемся, кстати. Да. Так. Как-то так. Как-то так. Интересно здесь, что тут такое. Тут не ясно, что. Вроде бы, орк. Я что-то не прокачал? Вроде бы все вкачено. А-а-а. Да, точно. Понятно, что это такое. Это мельница. Водяная мельница. То есть здесь колесо должно крутиться, соответственно, да? А там жернова. Вот один из них, кстати, лежит здесь. Не успели поменять, к сожалению. Зерно, короче, в муку превращают. Тут вообще смотреть и смотреть есть на что, короче. Территория большая. Потом как-нибудь поисследую. Может быть, найду интересные места, локации. Ладно. Где мой лимузин? Ага. Короче, я спускаюсь. Там больно много противников. Я вижу. И обратно на коня. Язычник. Все. Дайте мне спокойно доехать до города. Вот тут я не помню, куда. Воспользуемся указателем, который здесь так ценно висит. Так. На запад. Ширспейн. Север, юг, запад, восток. На восток замок Брейворк. На юг. А на север? Ну, вот видите, дорога как бы ведет еще и на север. Ну, вот видите, дорога как бы ведет еще и на север. Куда она приведет-то, интересно. Не ясно. Ну, вход сюда вроде бы где-то здесь находится. Блин, не берещи. Уши режет. Короче, где-то здесь должен быть вход быть. Все, да? Нет, еще головорез. Змеч забвений. Точный луг боли. Так, что тут у нас? Город, окрестности. Ясно. Но мы уже подошли куда надо, кстати. Давайте на коня залезем. Ну, вот здесь кузнец. Все дела. Окрестности Брейворка. Здесь бывают, нападают. Вон, даже уже квесты дают. Замечательно просто. Вот. Городостроительство тех времен. Маленькие компактные домишки. Язычник. Земляной чейк. Отлично. Так вот. Я думаю, брать уже квесты здесь. В этом городе. Мы уже будем в следующей части. То, что и так уже достаточно много мы повоевали. Успели немного. Вон, видим даже какой-то чистокол. Обалдеть. А здесь, пока данное видео оканчивается, давайте зайдем за оградку. В защищенную территорию. Спешимся, отметим своего коменданта. Ну, и пойдем по своим делам. Пить, гулять, бить морды. Соответственно, все остальное уже будет в следующей части. То есть, именно уже квестование какое-то. Пока припаркуем здесь. Что ж, здесь пока все. Данное видео пока что оканчивается. Благодарю за просмотр. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok